Динамика развития и реальные цифры в городе подвели итог глобальной работы за год. Удалось ли достичь заявленной планки и в каких сферах ключевые показатели все еще не дотягивают. Это новые итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Вероника Соколова. Мы начинаем. Мороз, снег, оттепель, погода в стране способствует всплеску заболеваемости. А какая эпидуобстановка в Бобруйске? Есть ли повод бить тревогу? Разбиралась Мария Бересневич. Большому кораблю большое плавание. В городе меняется руководство медиахолдинга «Бобруйское житё». Кто станет у штурвала, уточнила Елена Кутузова. Бесконечные подарки, цветы и поздравления. На этой неделе прекрасная половина отметила, а сильная пережила 8 марта. Когда возник самый женский праздник и как его отмечают в самых разных странах мира, знает Евгений Шилов. Субботник малой родины. Будь то обустроенная кренечка или посаженный скверик на пустыре. На чьих плечах должен лежать порядок в селах? Александр Казак расставляет патриотические акценты. Также в новых итогах. Вместо бумажного – цифровой. Первые айди-карты планируют выдать белорусам уже в этом году. И рукопожатие через океан. Ким Чен Ын предложил Трампу сесть за стол переговоров. Тот согласился. А чего в реале ждать от встречи века? Начинаем с центрального инфоповода уходящих 7 дней. Большой год – глобальные цифры. В городе озвучили официальные итоги социально-экономического развития за 2017. Рост производства и экспорта. Новые рынки сбыта. Повышение качества услуг и очередные высоты в культуре и спорте. По всем этим направлениям в целом город сработал в плюс. Ну а кто получил звание лидера? И в чем секрет успеха? С передовиками 21 века обобщалась Ангелина Дикун. 260% экспорта заработная плата выросла в половину. Уровень рентабельности достиг на высшей точке за последние 17 лет. В 2017-м показатели мясокомбината специалисты приводили в качестве примера. Модернизация успешная в некоторой части. Опять же, слаженная работа коллектива. В том числе и в продвижении продукции, и в производстве продукции. Плюс увеличение рынков сбыта. Более 55% мясокомбината дает на экспорт. В основном в Россию. Но география поставок постоянно расширяется. В планах работы с Ираном и Поднебесной. В этом году у нас есть и рынки открытых Гонконга. Мы шкуры продаем в Европейский союз. Это Италия и Польша. Вьетнам мы работаем очень успешно. В ушедшем году по целому ряду показателей среди лучших. И Таим, и Алмаз Люкс, и Автобусный парк, и Водоканал. Плюсом к ним еще целый список промлидеров не только в рамках города, но и страны. За год Бобрусь произвел четвертую часть общего объема Могилевщины. Это порядка 2 миллиарда рублей продукции. Про высокие достижения говорили и на выставке, и в кулуарах. Бобрусь, конечно, город-труженик. Город-производитель, созидатель. И имеет огромное значение в экономике региона и республики в целом. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовала и Лидия Ермошина. Уроженка города на Березине гордится своей малой родиной. И признается в этом не только в личной беседе, но и на камеру. Одна белшина, это является бренд Беларуси. Не считая завода ТДА, либо завода селькосагрегат. Отчеты о проделанной работе всей социально-экономической сферы по традиции озвучил городоначальник. Мэр, надо сказать, был объективен. И вместе с высокими достижениями отмечал отдельные недостатки. Один из основных – неполная занятость. Все работники нашего города должны иметь право на реализацию своих социальных прав. А те нуждаются в работе иметь возможность своего трудоустройства. Вместе с тем, только в прошлом году в Бобруйске было создано 963 рабочих места. Средний заработок последнего месяца года составил без малого 700 рублей. Большое внимание уделили и бизнесу. Что касается обеспеченности жильем, в 2017-м сдали 48 407 квадратных метров жилья. Если считать в реальном выражении, это свыше 1200 средних однушек. Растет количество многодетных семей. Сейчас их Бобруйске уже 1830. Это в том числе и результат мер поддержки семей с детьми. Стимулирование рождаемости на государственном городе. Численность города приросла на 2230 малышей. Улучшились и показатели качества оказания медуслуг, здравоохранения, образования и культура. Последнему в прошлом году, пожалуй, было уделено максимум внимания. Как отметил министр культуры, планка была заявлена высокая. Ее, впрочем, с успехом и взяли. Он был очень продуктивный, он был богат на многие мероприятия. Он получил широкий резонанс в средствах массовой информации. Самое главное, он был поддержан жителями Бобруйска и Могилевской области. Выпускники бобруйских школ стали стипендиатами президентских премий. А спортсмены не раз пополняли республиканскую копилку золотыми медалями. В прошлом году Бобруйск обзавелся и побратимскими связями. В числе новых аж шесть регионов-партнеров в Китае, Грузии и даже Танзании. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Новые итоги. К другим темам. Событие, которое, можно сказать, всколыхнуло, если не весь город, то медиапространство целого региона уж точно. Вадим Щеглов покинул пост главного редактора нашего медиахолдинга. В свои 28 экс-руководитель стал именно тем человеком, с кого началась, не побоюсь этого пафосного выражения, эпоха перестройки старейшей газеты города. С каждым годом его правления коллектив пополнялся талантливыми авторами, а площадка прирастала новыми активами. За почти четыре года работы БЖ превратилась в конкурентноспособный продукт, о котором стали говорить и в стране, и за рубежом. Куда отправится работать медиаменеджер? И кто займет вакантное пока кресло главреда холдинга? Елена Кутузова пыталась выяснить. В большое плавание. Именно Вадим Щеглов стоял у штурвала печатного издания в момент его расцвета и дал толчок развитию газеты в крупнейшую региональную медиаплощадку страны. За три с половиной года издательское предприятие развилось до невиданных масштабов. Сегодня мы можем предложить нашим слушателям, телезрителям, читателям современный конкурентноспособный информационный продукт на любой вкус. Региональные продукты информационные – это всегда интересно. Знаете почему? Потому что это близко людям. Будучи еще школьником, Вадим Щеглов решил, что станет журналистом, поступил в БГУ и уже в студенчестве стал корреспондентом бобруйского життя. После вуза работал в Белтеле радиокомпании, начинал с криминального репортера «Зоны Икс», был собственным корреспондентом в Москве, параллельно учился в магистратуре РУДН по профилю. Затем возвращение в Бобруйс. Порог редакции БЖ Вадим Евгеньевич переступил в 2014-м. Кажется, этот момент и стал переломным в истории тогда еще просто газеты. С приходом Вадима Евгеньевича все это сдвинулось и в таком хорошем молодежном темпе реализовалось. За это ему честь и хвала. Печатный еженедельник со временем преобразился не только в содержание, но и в форме. Главный редактор провел ребрендинг старейшего издания страны с почти вековой историей. Поменялся формат, обложка, но сохранились традиции. Появились новые рубрики и авторские статьи. Мы сменили имидж. Я уже в каком-то интервью говорил, что мы сделали пластическую операцию и одновременно переливание крови. 1 декабря 2014-го был создан сайт с современным дизайном «Бобрлайв». Портал не дублировал печатную версию издания, а создавал уникальные новости. Через два года ресурс признали лучшим интернет-проектом среди региональных СМИ Беларуси. После на базе БЖ при поддержке местных властей был создан отдел телевещания «Жизнь Бобруйска» транслировали на канале «Беларусь-4» Могилев. Работа бобруйских журналистов была отмечена на самых разных уровнях. В копилке БЖ ожерелье наград, но самое главное и весомое гран-при национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера» за лучший спецпроект 2016-го. «Беларусь. Территория стабильности» за материал о человеческих судьбах и о тех, кто в одночасье бросил свою родину и уехал в неизвестность. Тема оказалась такой очень животрепещущей на тот момент, об этом писали очень многие издания, но именно «Бобруйское житё» показало, как это может быть вот именно в реалиях города, как люди находят работу, как они здесь приспосабливаются, скажем, к белорусским условиям жизни. Крылатую статуэтку за спецпроект о беженцах в 2017-м Вадим Щеглов получил из рук министра информации. А вскоре, 6 мая, на волне 95-4 впервые зазвучали позывные радио «Зефир-ФМ». Медиахолдинг прирос еще одной площадкой. Передачи различного формата, розыгрыши и популярная музыка мгновенно завоевали любовь слушателей. А в день 99-летия газеты родился телеканал «Бобруйск-360». Чтобы выйти на этот уровень, потребовалось пробить не одну стену. Современный студийный комплекс, новейшее оборудование и профессиональный подход к делу, аналитика, расследование, шоу-бизнес, мнение экспертов и горячие репортажи. «Бобруйск-360» охватил все ниши и жанры. В сетке вещания, авторские, кулинарные программы, актуальное интервью с успешными людьми и самая топовая программа. Успех «Бобруйского життя» – это еще и титанический труд большой команды, в том числе и той, что остается за кадром. Диджеи, корреспонденты, видеоинженеры, операторы, шеф-редакторы, начальники отделов. Для того, чтобы на выходе получился качественный продукт, постарались все без исключения. Но ключевой фигурой в реализации масштабного проекта стал именно главный редактор. Именно благодаря ему, благодаря его силе воли, цели устремленности, удалось создать, собственно говоря, и сделать такой грандиозный проект. Потому что вряд ли, наверное, кто-нибудь верил в самом начале, что получится сделать все, как и намечалось. Кто теперь станет за штурвал медиахолдинга – большая интрига. Но по словам теперь уже бывшего главного редактора, человек должен быть с опытом, деловыми качествами, порядочный и честный. Что же касается Эры Щеглова – в Бобруйске она закончилась, но где-то еще только начинается. Я с телезрителями не прощаюсь, я им говорю «До скорой встречи». А где мы увидимся? Ну, на одной из кнопок национального канала. Я думаю, что мы встретимся, и проекты, которые мы будем делать, сегодня будет видеть уже вся страна. Елена Кутузова, Евгений Шилов, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Иван Боровой. Новые итоги. Кто получит первые ID-карты, квартиру на сутки без головной боли и проволочек и 27 миллионов долларов в развитие спорта, в столице открыли уникальный дворец гимнастики. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков страны. В Минске накануне прошло открытие дворца гимнастики. На церемонии присутствовал Александр Лукашенко. Символическую красную ленту вместе с президентом перерезали олимпийские чемпионки белоруска Марина Алобач и россиянка Алина Кабаева. Глава государства отметил, комплектал с символичным подарком к наступающему Международному дню женщин. Объект за 27 миллионов долларов вместил в себя два больших тренировочных зала, а также площадки для хореографии, аэробики и групп начальной подготовки. Также предусмотрены гостиничный блок, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет и комнаты отдыха. На торжественном открытии прошли показательные выступления, а в завершении мероприятия гимнастки подарили белорусскому лидеру картину с изображением спорткомплекса. В Беларуси упростили требования к сдаче жилья в аренду физическим лицам. Документ направлен на стимулирование деловой активности граждан. Теперь договоры об аренде квартир, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания можно заключать не только в письменной, но и в властной форме. При этом регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах не нужно. Первые ID-карты планируют выдать белорусам уже в этом году. Они станут аналогами бумажного паспорта. В пластик занесут основные данные о человеке и ключ цифровой подписи, дающий доступ к любой из электронных госуслуг. Между тем, все стандартные документы, подтверждающие личность, продолжат действовать до следующего года. Уже в 2019 ID-карту можно будет купить по цене базовой величины. Биометрический же паспорт для выезда из страны обойдется в три раза дороже. Ну а мы продолжаем. Далее в итогах. Клининг со смыслом. Прекрасные возможности на деле восстановить, развить и приумножить. В год малой родины белорусов призывает навести порядок у себя дома. Александр Казак делится рецептами генеральной уборки. Праздник слабого пола с сильным смыслом. Чтобы вот эта красота, которой вы обладаете, несла радость нам. В канун 8 марта мэр города поздравил самых выдающихся женщин. Покажем героинь. И эпидемия отменяется. При вирусологическом мониторинге преобладают негрипозные вирусы. Посмотрим на графики сезонных заболеваний в городе. Домик в деревне без головной боли. В стране планируют упростить порядок передачи ветхого и пустующего жилья на селе. Как вдохнуть вторую жизнь в деревне и дать импульс к развитию? Эту тему обсудили за круглым столом, посвященным году малой родины. В заседании приняли участие владельцы агроусадеб, крестьянско-фермерских хозяйств, представители родовых поместьев и экопоселений. Развитие в республике экологического земледелия, привлечение молодежи в сельскую местность, развитие инфраструктуры в деревнях. Вот тот круг злободневных тем, которые поднимают специалисты. В Министерстве сельского хозяйства отметили, необходимо возрождать деревни, где пустуют дома, и стимулировать людей, которые хотели бы в эти места переехать. А ведь комфортная жизнь в своем, так сказать, населенном пункте – тема, которая должна проходить красной нитью через весь год малой родины. Наш обозреватель Александр Казак уверяет, время возвращать долги. Вот и его комментарий со специей «На злобу дня». Все мы, рожденные на благословенной земле Белоруссии, имеем еще и каждый свою малую родину. Место, особенно близкое памяти и сердцу, до конца жизни сопровождающая нас, если не наяву, то в снах и ностальгических желаниях вернуться, маленький дворик, побывать в милом городке, пройтись сельской улицей или побродить в лугах и перелесках, посидеть на берегу реки детства. Нет такого человека, который бы с теплом не вспоминал деревню, поселок, город, где ты появился на свет. Чувства, охватывающие при этом нас, сродни чувству любви к матери. Вот только действия, сопровождающие эти прекрасные порывы души, порой походят на поведение сиротинушки, потерявшего родителей и оказавшегося в казенном доме, чужого и далекого города. И скучно, и грустно, и некому руку подать, как сказал поэт. Но ведь никуда не пропали, за редким исключением, ни везка, ни райцентр, ни город, записанный в вашем паспорте, как мать и отец в метрике. И они тоже, чтобы не пропасть, не исчезнуть с карты, ждут нашего внимания и участия. Прекрасные возможности на деле восстановить, развить и приумножить родственные отношения дает объявленным в стране год малой родины. Настоящие сыновья и дочери Отечества и без официальных стартов находят время сделать места, где родились, росли, учились и впервые любили более привлекательными, запоминающимися, комфортными для жизни. Кто не знает, в Бобруйске Виталия Николаевича Соколова, еще в 2006 году подарившего городу коллекцию минералов и горных пород, собиравшуюся целых полвека и сегодня вторую по величине после экспозиции на геофаке БГУ. А Евгений Михайлович Календа, установивший в пригородной слободке памятник в виде артиллерийского орудия невернувшимся с войны землякам. Или заслуженный художник России Абрам Исаакович Рабкин, живописная летопись города на березине которого не только украшает художественный музей, но и привлекает тысячи бобручан, которые не бывают бывшими со всего мира. А наш земляк Руслан Лехно, выступивший недавно с инициативной проведением благотворительного концерта звезд шоу-бизнеса для проведения реконструкции детской больницы в нашем городе. Эти земляки делают достойный масштабный вклад, но можно быть и попроще в проявлении искренних чувств к малой родине. Она принимает и еще примет любые и малые дела, будь то обустроенная кренечка или посаженный скверик на пустыре, мостик через ручей или установленная во дворе скамейки с беседкой. Ведь шествую же и не один десяток лет успешно предприятие и учреждение над детскими садами и школами. Давайте и мы пошевствуем, каждый над своей малой родиной. И тогда наша большая родина станет еще краше. И у нас не будет повода вспоминать строки из грустного стихотворения того же поэта. В себя ли заглянешь, там прошлого нет, и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Грипп продолжает атаковать Европу. Несмотря на календарную весну, эта смертельная инфекция пока отступать не намерена. Самыми зараженными, по данным ВОЗ, оказались Чехия, Венгрия, Словакия, Швеция и Германия. В этих странах каждая вторая проба на вирус оказывается положительной. В Чехии, напомню, за три недели февраля от гриппа скончались 50 человек. Еще 68 в Румынии. Но это в старом свете. Какая обстановка с заболеваемостью в Беларуси? И стоит ли горожанам запасаться масками, аскорбинкой и скупать иммуномодуляторы? У медиков уточнила Мария Бересневич. В Беларусь идет весна. Синоптики прогнозируют уже в ближайшие дни потепление до плюс 8 градусов. И пока одни радуются долгожданной смене погоды, медики осторожничают. Это то самое время, когда вирусы распространяются с большой скоростью. Врачи готовились к всплеску заболеваемости в феврале, но, к счастью, эпидемия гриппа страной и город обошла стороной. Заболеваемость незначительно выше прошлой недели. При вирусологическом мониторинге преобладают негриппозные вирусы. Однако уже зарегистрированы единичные случаи гриппа. Специалисты утверждают, повода для беспокойства нет. Но все же необходимо помнить, в группах риска люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, а также дети беременные и пожилые. Вирус передается воздушно-капельным путем, к аварийным разнообразиям и последствиями. Чтобы не заразиться, нужно избегать контакта с заболевшим и не переохлаждаться. Не лишним будет знать и первые симптомы. Сразу повышается температура, обычно до 38-39 градусов, ломота в теле, озноб, светобоязнь, человек жалуется на общую слабость, кашель вначале сухой, боль или першение в горле. Медики рекомендуют, чтобы не заболеть, соблюдайте правила личной гигиены, ведите здоровый образ жизни, питайтесь полезной пищей и старайтесь избегать стрессов. Но если вы почувствовали, что начинаете заболевать, не тяните с походом к врачу, а чтобы организм быстрее справился с простудой, медики советуют принимать витамин С. Аскорбинку, пожалуйста. Между тем, у горожан и свои профилактические методы. Активный образ жизни ведем. Часто мы трюки с мылом. Прививку делаем. Чай. Чай пью с лимоном. Чеснок, лук, малина с чаем. Пьем клюквы, морсы делаю. Ну, все такое народное. Стараемся меньше курить, пить как бы почаще, на свежем воздухе, с детьми люблю выходить. Вот уже шесть лет школы Беларуси не закрывают на карантин. Как показывает практика, это результат массовой вакцинации и так называемой иммунной прослойки среди населения. Перед сезоном вспышек ОИР и гриппа в Бобруйске прививки сделали 40% горожан. Те пациенты, которые вакцинированы, они, конечно, имеют гораздо меньше процентов осложнений. Тех же пневмонии, тех же бронхитов. В Бобруйске, к слову, падает и число заболевших туберкулезом. Эту тему обсудили на брифинге правоохранителей, представителей власти, образований и медицины. Сегодня на учете в тубдиспенсере 352 человека. Цифра, как и заверили, опасений не вызывает. Правда, с так называемым порогом терпимости поработать все же еще предстоит. Иногда в нашем обществе эти люди отторгаются. Иногда вокруг них образуется какой-то вакуум. Я не буду конкретно сегодня проводить какие-то примеры по городу Бобруйску или по Могилевской области или по Республике Беларусь. Они у нас, собственно говоря, на слуху. Специалисты отмечают, выявление болезни на ранней стадии основа основ в борьбе с туберкулезом. Бобруйские врачи, как говорят, держат тяжелую болезнь на коротком поводке и в ежовых рукавицах. Заболеваемость с туберкулезом и смерти снижается ежегодно. В 2017 году выявлено 45 больных. В 2016 году 62. Снижение на 27,5%. Заболеваемость снижается за счет эффективных методик лечения. В Бобруйске, напомню, вот уже 4 месяца функционирует обновленный туб-диспансер. Современное оборудование и новый рентгенологический комплекс позволяют с минимальным вредом для организма проводить исследования и выбирать максимально эффективные модели лечения. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Новые итоги. Ким Чен Ын и Дональд Трамп сядут за стул переговоров. Франция собирается выйти из НАТО и праздник к нам приходит. Впервые за 125 лет Кока-Кола поставит на рынок слабоалкогольные напитки. Далее обзор самых заметных мировых новостей. Президент США Дональд Трамп встретится с Ким Чен Ыном. По сообщению американского лидера диалог состоится в ближайшие 2 месяца. Это будут первые личные переговоры. Основной темой станет прекращение ядерных испытаний со стороны Северной Кореи. В своем твите глава Белого дома сообщил, речь идет не просто о замораживании учений, а о полном ядерном разоружении. Санкции останутся до подписания соглашения. Франция собирается объявить независимость от НАТО. Альянс ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права. Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость. Такой текст прописан в законопроекте о военном планировании страны на ближайшие 6 лет. Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции противоракетной обороны ставит государство в зависимость от Соединенных Штатов. Кока-Кола впервые за 125 лет своей истории выпустит алкогольный напиток. Основным рынком для новой газировки станет Япония. А сейчас компания нацелена на завоевание сегментов фруктовой воды с 5-процентным содержанием спирта. По словам главы японского подразделения корпорации, решение принято с учетом снижения продаж основной продукции из-за сокращения потребления напитков с сахаром. Еще один заметный инфоповод недели – Международный женский день. По давней традиции, на окануне праздника руководство города чествует самых ярких представительниц прекрасного пола. Учителя и врачи, швей и журналисты. Всего в этом году на приеме у мэра сразу 15 женщин. Анастасия Жукова – майор милиции и мама. Но даже в строгом мундире старшему инспектору информобеспечения удается сохранять женственность и нежность не только дома, но и на службе. Ситуации бывают разные, бывают и конфликтные ситуации. Женщина своей мудростью, своим спокойствием должна всегда это нейтрализовать. Локальные композиции, живая скрипка и знакомство с каждой. Торжественная встреча – прекрасный повод сказать спасибо самым достойным и прекрасным просто за то, что они украшают жизнь. И самое главное, чтобы вот эта красота, которой вы обладаете, несла радость нам, нам, мужчинам, потому что с вами всегда весело, с вами всегда хорошо. И самое главное, вот эта радость, она дает нам стимул для жизни и для работы. После торжественного приема на память о встрече с первым лицом города – сувениры, фото и, конечно, цветы. В продолжение темы. Подготовка к 8 марта для мужчин сродни марафону. Последние несколько дней для них прошли в режиме бесконечного цейтнота. Покупка цветов, подготовка романтического ужина и выбор идеального подарка. Одним словом, это самая настоящая проверка на прочность, фантазии, толщину кошелька и аллергию на километровые очереди. Ну и пока женщины с присущим нам очарованием гадали, какой сюрприз их ждет, сильный пол с упорством пытался угодить. Полки, как уверяет Евгений Шилов, опустошали даже в день Икс. Еще задолго до Международного женского дня сильная половина начинает вздрагивать при упоминании 8 марта. Цифра, если перевернуть напоминающая знак бесконечности, это нескончаемый поток комплиментов, подарков и неизменных улыбок. Впрочем, легенды о появлении этого праздника стары как мир. И уже мало кто помнит, что его бунтарская история берет свое начало в Нью-Йорке в 1908-м. Уставшие от несправедливости и тяжелых условий работы, женщины требовали повышения зарплаты и равноправия. Демонстрацию быстро разогнали, но шума наделать она успела. С тех пор историческое событие и стали именовать женским днем. Международным его признали лишь в 1975-м. Борьба за свои права и противостояние сексизму. Таков подтекст 8 марта в мировой истории. В советскую эпоху 8 марта это неизменные правкомовские чествования женщин-передовиков. В эти дни устраивали вечера отдыха с праздничными концертами, пригласительные на которые раздавались прямо на производствах. В организациях накрывали неизменные столы с закусками, конфетами, фруктами и другими дефицитами. Сейчас практически во всем мире 8 марта объявлен выходным днем. Но куда без исключений, если в Японии девушек поздравляют весь март, в Китае праздник отмечать не принято. Итальянцы символизируют этот день с равноправием в социальной и политической сфере, а в Литве 8 марта – обыкновенный день весны. В это время проводятся фестивали и концерты, а семьи выбираются на природу и пикники. Бобруйские же мужчины в этом году основательно подготовились к празднику. Еще за день до больших выходных улицы, предприятия и магазины заметно оживились. На заводе ТДА поздравили прекрасную половину коллектива цветами, подарками и концертом. За добросовестную работу и заслуги передовиков производства поощрили еще и денежными премиями. Не обделили вниманием и ветеранов труда. Если говорить о количестве людей, женщин, которые работают на нашем предприятии, это 30%. Ну, я не побоюсь сказать, что это лучшие работники, лучшие руководители, лучшие сотрудники. Еще одним приятным сюрпризом для горожанок стали тюльпаны от сильной половины красного пищевика. Мужчин с охапками цветов можно было встретить на социалке. Сиди. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошее настроение, здоровья. К множественным поздравлениям присоединился и белорусский шансонье Виктор Калина. В эфире радио «Зефир-ФМ» музыкант поздравил женщин с 8 марта и порадовал исполнением новых хитов. Возникла идея, почему бы нам не заехать в город и не поздравить женщин с наступающим праздником 8 марта. Пожелать любви. Сам же день «Х» в городе прошел, в общем, без эксцессов. Начались большие выходные. Исключением стали лишь те, кто не успел подготовить подарок. Возможно, посуда какая-нибудь. В денежном эквиваленте. Бриллианты. Хотелось бы романтический ужин. Самое главное внимание, я считаю. Ну и букет цветов. Цветы обязательно всегда дарить. Хоть каждый выходной. Что говорить, букет – нестареющая классика, проверенная временем. Бобруйский зеленхоз на неделе предложил широкий ассортимент главного весеннего атрибута. К 8 марта там вырастили более полусотни тысяч тюльпанов и сотни гиацинтов с розами. Бери, Шанель, пошли домой. Чего только не услышишь, снимая репортаж про самый красивый праздник весны. Впрочем, если верить представительницам прекрасной половины, самыми главными подарками стали любовь и внимание, а не охапки цветов и драгоценности. В любом случае, чтобы не прогадать, стоит презентовать и то, и другое. Евгений Шилов, Дмитрий Шевцов. Новые итоги. Ну а такими уходящие 7 дней увидели наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Это были новые итоги. Увидимся через неделю.